друзья от всей души приветствую вас на канале строй дом своими руками сегодня у нас необычно интересный видос назову я его как ухаживать за кварц винилом что-нибудь такое дело в том что мне пришла вот такая вот посылочка приехал домой пораньше раньше семьи эту посылочку я сейчас приберегу и мы займемся полами дочь очень давно мечтала и говорила что эти ваши пылесосы мне все не нравится а вот если у меня будет дома компактный аккумуляторный пылесос то я буду всегда в комнате привирать и у меня будет вообще себя чистенько и аккуратно я сделал такой подарок им но пока об этом не говорю то есть сейчас мы сделаем работу и где-нибудь в процессе я вам покажу собственно вот эту вот коробочку в деле переодеваемся начинаем работу те кто следит за нашим каналом хотя бы на протяжении пары месяцев сто процентов видели тот момент когда мы приобрели кварц и винил на наши полы просто в то время были высвобождены средства некоторые и а собственно их сразу же потратил это клик дроп системы то есть клик это защелкивание основной линии а дроп это задавливание уже торца полы на весь второй этаж мы взяли компании в квадрате это сервис доставки классных высококачественных напольных покрытий но это не простой интернет-магазин коих на просторах интернета великое множество на самом деле это реальный сервис простой пример мы очень долго выбирали в принципе напольные покрытия смотрели различные варианты которые можно было бы использовать на наш пол на втором этаже хотелось чтобы это было максимально практичное чтобы это было теплое решение и подходящее к цвету наших обоев от сил пластер помните мы конечно вы помните мы каждое видео на их накладываем на стены и нам осталось еще подвал и одну комнату на первом этаже мы обязательно это делаем следите за каналом хотелось выбрать что-то такое элегантное качественное и в то же время не совсем уже дорогое не совсем уж дорогое и мы набрели вот на эту компанию нам очень понравилось мы там заказали доставили доставили очень быстро но к чему я клоню то суть даже не в этом давайте я буду пока работать вы смотрите а я буду рассказывать по ходу да так будет лучше мы сейчас вытаскиваем мебель и так далее и а вы смотрите суть даже не в этом суть в другом когда я начал готовиться к монтажу у меня возникли некоторые вопросы но это логично зная что в квадрате можно обратиться к специалистам и они вам помогут я позвонил технический специалист очень качественно грамотно быстро и доступно объяснил мне как работать в этой отрасли что зачем идет как это использовать вначале даже когда я начал укладывать плитку например я задавливал углы там молоточком забивал а алексей объяснил что это можно делать например валиком также ребята объяснили как правильно накладывать наносить клей как правильно делать зазоры очень многие ошибки которые по наитию случайно можно было совершить мы избежали тем что пообщались сначала с экспертами на эту тему в общем очень понравилась работа именно с этим сервисом поэтому я его рекомендую и все ссылки будут у меня в описании под видео на эту компанию так мы вынесли из комнаты всю мебель и теперь приступаем уже к укладыванию пола решили что укладка будет как и во всем нашем доме под 45 градусов это будет более интересно смотреться раскладка будет шахматном порядке ровно буду делить ламель пополам и укладывать вот таким путем знаете что есть различные варианты укладки мы выбрали такую она может быть немножечко больше тратит материала но она более качественное интересное по моему мнению опять же по моему мнению итак начали мы с дальнего угла чтобы выходя уже из комнаты у нас было меньше подрезок и было меньше сложностей в самом раскрою первым делом необходимо выставить зазорные площадки я напилил фанеру но как оказалось очень просто можно использовать клочки от того же самого кварц винила которые у вас остались ну или останутся то есть нарезаете как раз это по 45 миллиметров у вас будет тот самый зазор который необходим далее мы наносим клей и начинаем укладку плитки большим пазом к себе слева направо хотя с другой стороны друзья вы увидите сегодня в видосе что я большей частью не смотрел с какой стороны куда заходить потому что кварц винил настолько податливый удобный материал что укладывается он элементарно я помню совсем недавно в своей квартире в городе я укладывал ламинат до этого друзья это было кошмар это долбежка это неподходящие углы хотя ламинат был премиум класса тем не менее мы замучились с кварц винилом работает просто элементарно в этом видосе я вам покажу даже кадры где мой сын укладывает целые ламели и пристыковывает их очень правильно это для того чтобы просто показать как легко работать с кварц винилом но самое главное что нас зацепило и почему мы выбрали этот материал он легко монтируется он не боится воды в случае повреждения как и с обоями которые мы выбрали любой район любой фактор на стене можно легко заменить в случае необходимости если мы говорим про обои то здесь нужно просто немножко размочить поливилизатором подобрать и опять намазать если мы говорим про кварц винил то я показывал в одном из своих видосов там просто трапецидально режется сама ламелька вытаскивается из центра на новой ламели делаются кратчайшие подрезки там в двух местах я вам покажу и ламель новая вводится в центр пола конечно я не буду вам на своем полу это все показывать просто мне во первых жалко ламельку это все-таки деньги а во вторых мне жалко время это все-таки время я видел комментарии что кварц винил имеет полное сходство с линолеумом ну линолеум честно говоря для меня лично это эконом вариант хотя сейчас есть премиальные классы и так далее но мне не хотелось бы чтобы у меня дома был линолеум и когда я начал работать с материалом друзья линолеум и кварц винил это две совершенно разные вещи во первых фактура у кварц винила прям видно пористость видно текстурность то есть это ничем не отличается от настоящей паркетной доски если вы взяли кварц винил под паркет например далее что мне понравилось у кварц винила это реально теплый материал то есть что я сидел на фанере в работе или потом перешел на кварц винил приятный теплый материал так друзья сегодня мы добиваем полностью комнату сына потом наш маленький секретик но я думаю что уже стоит его показать наверное сейчас мы его и покажем и после чего я захожу в комнату дочери вот например вот эти элементики видите это надо все выводить вот эти миллиметровые даже саморезы это плохо его надо будет потаять вниз и после чего мы делаем комнату или на у нее в комнате интересные будут для нас опыты это работа вот с конвектором который еще до сих пор не обработал но руки дойдут сделаем я просто ищу кто бы мне из алюминия сварил рамку красивую после чего мы делаем комнату или на и наверное в купе с видосом про установку первой двери я все не могу тоже взяться за дверь и никогда их не ставил а хочется сделать это аккуратно идем дальше как обещал так семья собирайтесь все вот здесь за столом и закуханным или на никита женя все сюда все радуйтесь как вы мечтали отсюда и начинает скрывать написано сына собери пожалуйста вот так и теперь я должен провести небольшой обзор с дочь давай до интерес так снимается теперь мы открываем коробку вы увидели что мы этого даже и еще не делали она новая совершенно подожди аккуратно клади и вот он красавчик пылесос сейчас я вам конечно же все характеристики расскажу давай все по коробочным смотрим все по коробочным смотрим аккуратненько вскрываем смотрим и изучаем смотри все что мы сейчас найдем в этой коробке то есть сама база аккумулятор насадки труба и все что необходимо все щетки которые мы сейчас здесь собственно найдем ну и конечно же девочкам нужно будет изучить как все работает давай наверно начнем с базы доставай саму базу ну чего вы довольны скажите мне или на я сегодня презентовал когда в видео по поводу этого пылесоса я сказал что или на очень хочет прибирать свои комнате но и охота что-то такое инновационное мама говорила что давно мечтала поэтому тебе не рождение подожди мы сейчас все мы неправильно делаем давайте все-таки начнем по коробочным вот вытаскиваем смотрим вот вытаскиваем коробочки вот по очереди я думаю что он смотри четко сейчас все соберем вытащим это что дочь а зарядную зарядная сейчас мы все давайте знаете как сделаем знаете сделаем вот так по щелчку сейчас все окажется на столе без коробки так будет удобней вот что у нас получилось итак друзья сама база с пылесосом там циклонный фильтр все дела очень грамотная штукенция да кстати знаете что хотим сказать что все защищено вообще все очень грамотно и качество защищено наклеечками все 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 в наклеечка здесь тоже уже оборвали то тоже все было в наклейках увидели ощущение очень дорогого и качественного оборудования братцы это конечно же лирика но давайте все-таки изучим компоненты все поочередно и так что же у нас комплекте сам пылесос аккумулятор дальше половая щетка которая имеет себе мягкую щетинку и щетку для ковра кстати данное устройство как и все комплектующие к этому пылесосу имеют очень легкую разборку для легкой чистки нажимаем на кнопку разбираем и можно убрать лишний волос и самое что интересное эта щетка имеет свой личный мотор для того чтобы придавать вращение вот этим вот щеточкам так идем дальше удлинитель многофункциональное устройство которое можно использовать для чистки автомобилей я как и многие обзорщики просто не могу пройти мимо вот данного момента она светится во время работы дальше у нас на столе щеточка два в одном работает в таком режиме и в режиме щетки потом мягкая щетка как называет производитель щетка для питомцев наверное она очень хорошо собирает всякие разные рода волосы вот и вот такой замечательный девайс его цель работа в сложно подчиненных участках работа под диваном и так далее ну и конечно же сама труба пылесоса вообще собрал неправильно нужно было сделать вот так на самом деле получил максимальное удовольствие от того что это все работает очень просто элементарно по поводу хрупкости время покажет надеюсь ничего у нас не щелкнет и не лопнет во всяком случае во время обзора ни один из предметов не пострадал пришел пылесос немножечко подсевший сейчас мы поставим его на зарядку в это время пока он заряжается я доделаю полы с никитой сыном и мы их пропылесосим ну конечно же наверное мы там помара им побросаем чего-нибудь по мусорим хорошенько и посмотрим как работает данный на пылесос в этих условиях в пылесосе есть три режима это медиум turbo и эко экономный режим он самый медленный спокойный лояльный и говорят что он подходит для того чтобы например гладить шторы или какие-то такие места скатерти то что нам не нужно всасывать в себя но крошечки хочется собрать режим turbo это прям вот как я люблю это хардкор настоящего пылесоса не вот эти 450 ватт которые прописаны у нас в инструкции и на всасывающей трубке действительно очень хорошо подтягивают во время включения это режим медиум теперь turbo сейчас девчонки у меня ушли смотрят что мы там с никитой наделали пополам а я пока хочу сказать у кого-то из вас вероятнее может возникнуть такой вопрос денис что за скупка пылесосов и зачем он такое количество те в доме некоторые зрители часто пишут дом 320 квадратов куда такой огромный кто за ним будет прибираться и кому это надо и вы сами меня к этому подтолкнули раз вот такие вот небольшие приятные интерактивные штуки призваны облегчить наш труд тем что некоторые элементы теперь могут выполнять дети этот пылесос не только интерактивный в плане работы но он еще является интересным модным дизайном то что любит сегодня молодежь сейчас мы его повешаем в легкодоступной зоне и мои детки теперь с удовольствием будут сдергивать его с базы и прибираться в своих комнатах когда им это необходимо тем самым разгрузят мою жену по работе по дому а подвал и первый этаж у нас будут обслуживать роботы пылесосы с первым пылесосом я вас уже знакомил скоро познакомлю еще с одним и друзья в нашем доме сейчас около шести пылесосов два из них это строительные один центральный пылесос 2 робота и теперь вот такой вот красавчик redroad 18 друзья все ссылки на данный аппарат будут в описании поэтому переходите смотрите приобретайте хорошая штука полной мере конечно мы его пока еще не изучили но просто некогда было но в ближайшее время я дополню свой обзор сделаю для вас отчет и расскажу что понравилось что нет и как он себя ведет в эксплуатации а теперь мы с никитой пойдем и закончим нашу работу по кварц-винилу сейчас поиграет музыка я доделаю работу а как раз в это время пылесос зарядится поиграет музыка так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще яичку возьму Яичневая крупа самая мелкая и много Вы понимаете, да, что я решил сделать тест на новом полу? А пол вы сейчас увидите Мы закончили наконец-то этаж Ну, не этаж Закончили наконец-то комнату Никиты Вышли вот сейчас уже на следующий марш Это мы пойдем сейчас к Элине И в следующем видосе, что вам будет интересно Это то, что мы пробьемся туда А потом на две стороны будем укладывать кварцвинил И еще у Ирины в комнате конвектор Это тоже интересно Пылесос зарядился Вот так он легко выдергивается Кстати, вот так же и легко вставляется Смотрите, оп И все, и повешал на базу Надо вытащить Взял за трубу И на себя Все просто Единственное, что повешал его в ванной А по документам написано, что в ванной не рекомендуется Но мы повешали там у нас не сильно уж и влажно И, наверное, вот так его ставить тоже не стоит Может рухнуть Поэтому в уголок лучше Посмотрите, как здорово получилось И чем мне нравится этот цвет Тем, что он и к синим обоям Это синие обои? Голубые Худграф закончил, поэтому с цветом у меня все в порядке Он и к голубым обоям И к обоям светлым, которые у Ирины в комнате Даже боюсь произносить, я скажу белые Теперь моделируем ситуацию Вот я иду по комнате Иду, никого не трогаю И вдруг такой упал И рассыпал ячку Это ячка? Тут хотя бы я не перепутал И такой Жень! Я рассыпал ячку! Это будет видео Как ты сказала? Приходит Женя И начинает Да, давай, включай Какой режим? Турбо Эко Выбирай сама Давай Ничего себе троллейбус Давай другой Это эко Жень, эко режим Он, наверное, для штор Здесь нужен либо Медиум, либо турбо Да, он не так нормально В режиме эко Хорошо, да, собирает? Да Чтобы я тоже скажу Просто, что Если я визита прошла Продолжение следует... О, слушай, что мне еще понравилось, его как бы тащить не надо по полу, он катится сам за счет мотора. Но он же там крутится. То есть, а если вот так, например, то ты будешь... Что там кроме ячки? Там еще грязина собиралась, вон смотри, волос, кота. Понимаешь, сколько? Сколько кота? Все, вот мы пропылесосили. Давай ячку обратно всыпаем? Нет! Это шутка. Все, что я хотел показать, опять же, я показал. Вот так у нас получился пол. Нигде ничего не играет, везде все здорово, потому что мы это, во-первых, проклеили, во-вторых, хорошо промазали основание, прежде чем укладывать плитку. И еще момент, вдруг вопрос такой возник, зачем вообще мы проклеивали клей? Ведь у нас клик-дроп и, по идее, у нас замковое соединение. Чаще всего клей используют на не замках, а на клеевых кварцвинилах. В нашем случае это система клик, и здесь, как бы, клей по-хорошему не нужен. Но! Есть один небольшой нюанс, который также нам подсказали ребята из сервиса доставки напольных покрытий в квадрате. Если мы хотим уложить единым полотном весь этаж, то есть более 60 квадратных метров, то клеевой нужен обязательно состав. Он не фиксирует возможность отрыва, то есть оторвать в любом случае ламель получится, если нам это понадобится. А понадобится только в случае порчи ламели, ее разрезаешь, как я уже говорил и показывал в прошлом видосе, разрезаешь ее вот так и вытаскиваешь, а сюда втыкаешь новую. Так вот, он нужен для того, чтобы по горизонту кварцвинил не плавал, для того, чтобы швы не разошлись, когда будут какие-то подвижки напольного покрытия. Только для этого и нужен этот клей. Друзья, мне кажется, выпуск получился очень даже обширный, хотя хотел сделать минималочку. Напишите какой-нибудь хороший комментарий, поставьте, пожалуйста, лайк по возможности. Ну и увидимся с вами на следующей неделе, будем делать комнату дочери. И если у вас появились какие-то вопросы, то давайте сейчас перейдем в комментарии и там уже пообщаемся. Все, до скорых встреч, пока-пока.